Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные баклажаны в остром томатном соусе. Рецепт не новый, закрываю так давно и с года в год, причем по много порций. В полной перечне точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео. Приятного просмотра! Сначала подготавливаем овощи, которые будем измельчать. 500 граммов красного сладкого перца очищаем от семян и нарезаем небольшими кусочками. Полтора килограмма спелых помидоров режем на дольки и удаляем сердцевину. 30 граммов острого перца делим на несколько частей и еще нам сразу понадобится 50 граммов чеснока. Теперь пропускаем все эти овощи через мясорубку с мелкой решеткой. Начинать лучше с чеснока, затем острые и сладкие перцы, а в завершении помидоры. В полученную овощную массу добавляем 20 граммов каменной соли, 45 граммов сахара, 200 граммов подсолнечного масла без запаха, хорошо перемешиваем и отправляем на плиту. Пока смесь будет закипать, подготавливаем полтора килограмма баклажанов. Нарезаем их кружочками толщиной чуть меньше одного сантиметра. Затем маленькие круги оставляем целыми, а большие режем пополам. Дальше добавляем закипевший томатный соус 50 миллилитров 9% уксуса. Размешиваем и засыпаем баклажаны. Погружаем их в соус, ждем пока закипит и варим на медленном огне 30 минут. Пока баклажаны твердые, время от времени их аккуратно перемешиваем. Мягкие баклажаны мешать не нужно, чтобы они не потеряли форму. Через 30 минут раскладываем баклажаны по стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Дальше накрываем баклажаны стерильными крышками, закатываем, переворачиваем и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные баклажаны в остром томатном соусе готовы. Из указанного количества продуктов получается 6 полулитровых баночек. Хранить их можно при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok